здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы будем рисовать горы в смешанной технике и как всегда начинаем с рисунка проводим линию горизонта и начинаем размечать сами горы мои горы будут отражаться в воде и поэтому помимо обриса самих гор я себе дублирую еще отражение в воде у нас смешанная техника исполнения поэтому изначально я промачиваю лист водой подготавливаю для работы акварелью не дожидаясь полного высыхания я начинаю вымешивать цвет ночного неба постепенно ввожу разные оттенки я использую берлинскую лазурь ультрамарин фиолетовый и заметьте палитра у меня бумажная только ради того чтобы сразу было видно какой исходный цвет я получу наложение цвета по сырому позволяет создать красивые разводы и необычные эффекты облаков ближе к горизонту наше небо будет немного светлее поскольку солнце наше либо села либо еще только начинает вставать переходим к воде здесь следует помнить что вода у нас будет темнее и ее оттенки будут более разнообразными поэтому сюда я буду вводить бирюзовые оттенки и травяной зеленый помимо тех что я уже использовала ранее покрываем горизонтальном направлении чтобы создать гладь воды добро пожаловать в бальзDe Ждем полного высыхания и продолжаем Давайте сделаем звездное небо Его мы будем исполнять в технике наброска Для этого нам понадобится гуаш Я использую белую фирму Мастер Класс И конечно не забываем отражение в воде Ждем полного высыхания и продолжаем Далее продолжаем уже пастелью Я беру средний серый цвет и создаю подложку Неравномерно прокрываю горы, учитывая теневые и светлотные места Также не забываю об отражении в воде Все растираем в воде И конечно закрепляю И кстати я использую пастель фирмы Олки Она достаточно мягкая и достаточно недорогая Хорошее соотношение цены и качества Далее конкретизирую светлым серым цветом Светлотные места Светлотные места Голубым оттенком добавляю цвет от неба Светлотные места Светлотные места Темным серым цветом конкретизирую теневые места И добавляю жилости Светлотные места Светлотные места Светлотные места Светлотные места Светлотные места Ввожу цвет в цвет и закрепляю После высыхания конкретизирую горы бледно-голубым оттенком Создавая эффект небольшого снега Светлотные места Конечно, отражаем в воде и не теряем линию горизонта Светлотные места Использую белую пастет для усиления эффекта снега Далее прохожу с темностью Серым оттенком Чтобы усилить глубины камней И линию горизонта И заметьте, на этот раз каждый слой пастели я не закрепляла Для того, чтобы создать более грамотный эффект отражения гор в воде Вот такая работа у нас получилась Здесь мы использовали и акварельную технику И пастель И технику наброска Если вам понравилось видео, не забывайте подписываться на канал и ставить пальчик вверх Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео И всем пока-пока!